Доброго здоровьица, мои уважаемые посетители канала! Поздравляю вас с наступившим Новым Годом! Как видите, я продолжаю трудиться. Свежайшая книга, сделанная 1 января 2021 года, это «Онкология. Лечение и профилактика народными средствами». Почитал ваши предварительно отзывы, есть такой вот отзыв вообще об онкологии. Действительно, заболевание сложное и, как бы сказать, рекомендуется обратиться к врачам. Я ни в коей мере не возражаю и не против того, чтобы врачи там не против врачей, но у вас возникла проблема, у вас возникло заболевание. Поэтому, желательно вам самим ознакомиться, что с вами происходит, каковы могут быть, как бы сказать, последствия, почему это произошло, как это все это движется. А есть ли какие-то там еще, знаете, мысли на эту тему различные? Об этом именно и книга. Существует масса различных методик народных, существует масса официальных методик, существует еще что-то. В конце концов, существует этот протокол лечения. То есть, эту проблему надо изучить. В противном случае, в противном случае, повезет или не повезет. Итак, Владислав, доброго здоровья, что-то я хотел спросить, спросить у вас, ну ладно, потом вспомним. Рыцарь приветствует с Новым Годом выходом, с новой книгой, да, это очень хорошо. Главное, вовремя запускать все новое. Здравствуйте, с Новым Годом. Кстати, кстати, я решил опробовать свои силы в ТикТоке. И вот в этом как раз описание этого, значит, стрима после новогоднего. Я дам ссылочки, по которым вы можете проходить. И посмотреть мои, так сказать, приколы на ТикТоке. Это не оздоровительная направленность, я сразу вам говорю. Ну, вот такая, знаете, как бы сказать, своеобразное, своеобразное развлечение с тем, чтобы отвлечься от чего-то. Ну, и у любого человека должен быть какой-то еще там выход, ну, различный он. Вот сегодня у нас должно было состояться по плану гравитационная гимнастика. Звоню моим двум компаньонам. Игорь, это тот, что побольше. Он вообще трубку не взял. Что там с ним случилось, не знаю. Меньший Александр. Таким незнакомым голосом. Кто это такой? Говорит, да я тут с этими гостями, тут так сказать, то, сё, пятое, десятое. Он разбитый и после Нового года, после Нового года, вот сейчас смотрите, как раз настало время. Вроде бы праздники, вроде бы праздновать надо, вроде бы выселиться надо и так далее. Но это не значит, что надо в чем-то перегибать, насилуя свои возможности своего организма. А это, в первую очередь, питание, во вторую очередь, это алкоголь или питание с алкоголем, третье. И, как правило, новогодние праздники заканчиваются для многих тем, что они попадают в больницу. Статистика показывает, что новогодние праздники, это значит, вот, люди переели, организм не справляется, что-то у них такое возникает, то или иное расстройство со здоровьем. И, пожалуйста, пошли, поехали. Пошли, поехали, поехали, пошли. Чтоб у вас такого не было, я вас предупреждаю. Умеренность во всем, умеренность всегда, праздники, не праздники там, грубо говоря. На праздник, позвольте себе, две рюмочки, в обычное время одну рюмочку, а так две рюмочки. В еде котлетку вы, допустим, ели, а тут две котлетки, не более, но не 10 котлет. Наш организм, и знаете, в чем еще особенность такая вот коварная заключается в том, что вот мы уже несколько, как бы сказать, наш организм прогнил, просел, рессоры там сдали, там где-то там сальники начали течь, но мы еще, так сказать, бодренькие. И как только дается нагрузка, форсажная такая, вот эти сальники сразу начинают пропускать, рессоры вообще ложатся, и... И это все происходит как-то неожиданно, и вот так вот получилось. Так, ну дальше читаем. Артем, ничего вы тут не профукали, стрим, почитайте его, вернее, посмотрите, все у вас там есть. Так, так что ни в коем случае себя не осуждайте. Ну вот все, что случилось, значит, так случилось, так оно и должно быть, Артем. Всем здоровья, Захар, как отметили Петрович. Более-менее нормально я отметил все, так сказать. Но тоже, тоже слегка переел. А именно, вот последнее блюдо уже после всего, как мы это, был торт, медовичок такой, вкусненький. И вот я съел свою порцию, и как бы сказать, я был последний, и взял за остальными, подоедал то, что они не доели. Вот это был так легенький переборчик. Ну ничего, сейчас я полуантил, полуантил, завтра будет тренинг гравитационный или такая тренировка. Так, Алла Кудлай, с Украины как вам перечислять денежку на ваш канал? Какие реквизиты, где посмотреть? Благодарил. Ну, у меня есть PayPal, вот если так о чем-то говорит PayPal, я дам реквизиты. И на телефон, не знаю, как вот на телефон, номер телефона мой привязан, карточки, и вы по номеру телефона там перечисляете. Ну, не знаю, как там, что там, как у нас там с Украиной все эти вещи. Я думаю, что PayPal этот работает. Какая тема? Тема праздничная. Захар, праздничная тема. Мы с вами работаем в течение часа, работаем празднично, поднимаем настроение друг к другу. Вот это самое главное. А я получил, что совсем не пил на Новый год. Мне кажется, друзья знакомые на меня видят. Вот в этом-то и заключается. Вот видите, Артем, Захар спрашивает, какая тема, а Артем ее подбрасывает. Вот когда вы начинаете заниматься, тем более усиленно заниматься здоровым образом жизни, и, значит, вот у вас имелся круг друзей там, с которыми вы проводили время, и тут вдруг вы вместо там салата оливье нарезаете огурчики, помидорчики, салатик, яблочки там кушаете, виноградик. А потом мне говорят выпить, а вы там какой-нибудь так чай предпочитаете травяной. На вас смотрят уже, так сказать, непонимающие. Вы для них становитесь белой вороной. Вот в этом-то и заключается, заключается вот, я даже не могу сказать, в чем заключается негативом, это нельзя назвать. Но вот вас, социум, не, не, как бы сказать, вы для него становитесь чужаком, то есть белой вороной. Я тоже ничего не выпил, ну в смысле как ничего не выпил. Там была там Кока-Кола, вот я выпил эту Кока-Колу, потом какой-то там еще там в баночке что-то там такое выпил, и все. Покушал, вроде как обычно. Единственное, с тортом, потом торт мне надо было есть, был перебор. А так, все нормально. То есть, мой круг знакомых, а это семья, дети, они уже с этим знакомы, и для них это, это само собой разумеющееся. А так, поначалу, я помню, что большинство друзей от вас отвернутся, если не все. Семья отвернется, жена отвернется, дети отвернутся. Это вообще очень трудный путь. И поэтому вот те люди, которые говорят, что мы занимаемся сыроедением, и обычно они занимаются сыроедением, знаете, сколько? Они попробуют месяца два, три, ну там полгода, ну некоторые год. Вот, и убеждаются, что в первую очередь они становятся для окружающих, для своей семьи чем-то чужеродным. Им надо какое-то особое питание, еще что-то, еще что-то такое. Это один, так сказать, вид негатива для питающихся сырой пищей. А другой, это то, что еще могут возникнуть разного рода осложнения. И, как правило, они возникают где-то в 95% случаев. Вот, и думают, что ж такое. Так что, вот, какая тема? Вот такая тема. Так, ребенок 4 года, только сладкое хочешь есть, как переделать? Сладкое хочешь есть, а ла кудлай. Так, ну что сладкое хочешь? Видите, помните, я вам рассказывал о побуждениях. Первое побуждение такое, второе побуждение такое. А третье побуждение к лидерству. Он уже начинает вами командовать, хочу то-то, 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 то-то. Значит, уберите все сладкое, что тут у вас имеется. Чтобы ребенок не видел эти продукты сладкие, чтобы их не было. Раз тем более он вот так хочет, он такой какой-то капризный у вас. Он орет там, навязывает свое мнение, и вы там готовы ему все, что угодно дать. Конфету, планшет, чтобы он только замолчал. Поэтому, поэтому, просто вот поставить в те условия, в которых этого нету. Вот нету этого. И если человек этого не видит, не знает, то он и спокоен. А если он что-то вкусил, опробовал, он уже тут, будем говорить, вот чувствует себя несчастным. Вот, то-то, рот, то-то, то-то. Значит, сладкое, опять-таки, ало, заходишь в целебную кулинарию, и там как раз есть видосы, как сделать сладкие, полезные блюда, там, своеобразные какие-то конфетки и так далее, и так далее. На основе чего? На основе сухофруктов, на основе проросшей пшеницы. И в итоге тогда все как-то это подойдет. И сладкое можно такое есть с пользой, и никаких там ущемлений не будет. Так, Наташа, зефир. Струит эфир с Новым годом. Потерял свою силу. Да, он потерял свою силу. Он потерял свою силу. Свою силу он, как бы сказать, потерял. Ну, посмотрим, что 21-й подбросит. Так, торты тема, но из-за проблем ЖКТ редко себе это удовольствие позволяет. Так вот, если бы вы ели торт отдельно и не запивали бы, да более-менее еще нормально все было. А как только мы торт, начинаем есть торт и обычно запиваем, мы переедаем. Ну, я это все рассказывал. Крахмалы не усваиваются, потому что они должны усваиваться, обрабатываться в ротовой полости. Они не обрабатываются. А дальше пошло туда все вниз, забродило и забухтело. Так что все должно быть. 21-й должен быть лучше. Да, знаете, и 20-й по-своему хорош. Нельзя говорить, что что-то лучше, что-то хуже. Ну, мы пожинаем, человечество пожинает то, к чему оно закономерно шло. Оно вот закономерно там вот это, вот это, знаете, развивалось там, придумывало что-то, что-то изобретало, что-то производило и так далее. Что-то внедряло и в наши массы это все, так сказать, это шло. И в результате все это привело к тому, что мы имеем. А потом мы удивляемся. Вот этот, вот там плохой. Да ничего там не плохой. Что мы сделали своими руками, то, естественно, мы можем легко и починить. Но вот почему большинство не хочет взять, так сказать, власть в свои руки и сказать, мы хотим жить вот так вот, вот так вот, вот так вот. А кто-то тогда диктует. Я, знаете, невзорова смотрел, да и других. Вот этими, как бы сказать, проявлением народной воли должны заниматься наши депутаты, которых мы избираем. Но оказывается, я не знаю, оказывается, для чего их избирают. Они избираются для того, чтобы что-то свое делать. Это для них просто этап ихнего, так сказать, карьерного роста. А на всю вот эту вот массу им как-то они не это. Должны от всего, он говорит, народа, от народа, планеты, Земли, должны быть четко выдвинуты на эти основополагающие, как бы сказать, незаконные, а положения, предписания. Что вот так вот, вот так вот, вот так вот. И вот так вот. И больше никак вот. Ни шаг влево, ни шаг вправо. А то, оказывается, отдали. И тут все, что угодно с народом делают. И это все нормально. Потому что, опять-таки, тот же невзор, мне он понравился. Народ трусливый. Он не отстаивает свою свободу, свои права. Вот он так вот, как бы сказать, доволен тем, что у него есть и не хочет ничего, будем говорить, этого самого. То, что должно у человека быть. Должен быть вот такой дом, как у меня. Должны быть вот такие машины. Это само собой разумеется. Должен быть хороший достаток. Тогда интересно работать. Тогда интересно трудиться. А так, когда человека посадили там, грубо говоря, на 15 тысяч, говорят, что он и должен вот это, вот такая вот зарплата. Он и думает. И не старается ничего такого делать. Кстати, а, я другого смотрел интересного человека, там этого, который так же поднялся, стал таким. И он как раз там три правила высказал. Очень интересные. Очень интересные. Так, неделю пил керосин, чувствую бодряк, через неделю опять начну керосинить. Ну, смотрите, все заключается в дозировке. В дозировке. В захак. Тут важно не это. А где покупаете? Так. Я отшельник. Четыре месяца. Кайфую. Чищусь. Медитирую. Наслаждаясь жизнью. Люди меня угнетают. Мне с ними неинтересно. Ну, смотрите, давайте. Можете вместо керосина затариться семенами тмина. Когда семя тмина разжуешь, запах керосина, вот как, как от керосина, будто бы выпил. То есть, и он, естественно, будет примерно так же действовать. Так. Наташа. К схингумену Сергию как относитесь? Да я об этом только вот буквально-таки вчера услышал, что там вот такой человек, который отставил свою точку зрения. Поэтому люди, которые отставят свою точку зрения, достойны, конечно, уважения. И было так всегда. Вы знаете, что раньше было? Иконоборчество. Вот все. Вот религия была там. Христианство. Все нормально. В Византии. А потом там надумали те же монахи. То есть, среди монахов произошел такой раскол. Одни монахи решили, что поклоняться изображениям, написанных на иконах, ликом на иконах, не следует. Кто будет поклоняться? Ну, это вот вся эта песня тянется, знаете, там с тысячелетий. Кто будет поклоняться? Значит, того предать анафеме. И более того, начали наказывать эти иконы, били у них на головах. Вот представляете? А те люди, несмотря на то, что вот знали, что такое отношение, все равно свою точку. То есть, это, как их называют, этих людей, добровольно шли на мучения, шли на смерть за свои убеждения. Так, Захар Хомченко, керосин не покупали через интернет, а что-то найти не могу ордить. Через интернет его продают. Это Артем. Заходите на сайт, чтоб не болел, и там покупайте этот керосин. Сайт, чтоб не болел. Это интернет-магазин. И пошли, пошли, вам все там доставят. Так, керосин в хозмагазине покупают. Отлично. А это самый простой способ. В хозмагазине. Затарились и потихоньку вваситесь. Так, Артем, вообще очень плохо, что нельзя купить керосин на заправках. А-ха, а его там не продают на заправках. Там же не самолеты заправляют. Вот если самолеты заправляют, то летом покупайте авиационный керосин. Так, Геннадий, как вы чувствуете на себя силу высших сил на вас в течение вашей жизни? Да это как-то сложно высказать. Сложно высказать. Я просто благодарен за то, что вот как-то, знаете, жив, здоров, более-менее обеспечен. И при этом понимаю, что все это дается не просто так, знаете, вот так, бах, сгрузили там тебе и так далее. А чтобы ты как-то своей жизнью, своими делами это подтверждал. Ну вот стараюсь. Так что книга «Онкология» как раз для того, чтобы человек, столкнувшийся с этой проблемой, пошел к врачу, выслушал, что его врач сказал. Сказал, да, это хорошо. Плюс, плюс, кто ему мешает? Познакомился со всем другим. Что для этого надо там делать? Вот для этого книга. Плюс еще там много очень интересной информации. Там у меня моя оригинальная, уникальная, большая статья про пищевую соду. Источники современные, источники древние, источники, как ее там принимать, допустим, грубо говоря, в оккультных целях. И много-много-много всего иного. Вообще книга уникальная. Различные примеры. Что и как. И знаете, вот создается впечатление. Полноты. Потому что если что-то одно, человек пришел, его начинают лечить, не спрашивая, а он там обидчивый или не обидчивый? А он там испугался или не испугался? А он что-то пережил или не пережил? А он тосковал или не тосковал? И так далее, и тому подобное. Я думаю, все это нормально. Не знаю, как-то, конечно, вот. Я говорю, человек, это масса мнений. Вот в нашем обществе масса всевозможных мнений. И вот из этих всех мнений, всех этих мнений, и, как бы сказать, для себя важно уяснить, а так ли это на самом деле или нет? Это принесет мне успех или нет? Вот я примерно все такие вопросы задавал и действовал. Так, Захар везет вам, у вас в стройхозмага керосинный, ага, так. Насчет депутатов народ думает, не трогай. Так вот, смотрите, насчет депутатов народ думает, трогай, вот это не будет. Народ должен. Что такое депутат? Депутат это представитель от народа, которого народ выдвигает для того, чтобы он ихние цели представлял, допустим, в Государственной Думе или еще что-то. Ну вот так вот. Ихние цели, а не свои цели. Вот это должно запечатлеться. И как только начинается использование вот этого депутатства для собственного обогащения или для чего что-то, это должно сразу же пресекаться. И для этого должны быть свои законы, свои там эти. А так, в противном случае, вот так вот и будет. Короче, народ не созрел, народ боязливый, трусливый. Это вот как раз, я согласен с Нерзором. И все. И в случае чего там сразу, да у меня же семья там есть. То есть, что-то там начал действовать, а только раз, его прищемили со стороны, допустим, детей, там, жены, семьи, родителей. И все. И он, и все, так сказать, запел под их дудочку. А это надо так сказать. Ну, короче, общество не созрело. А раз общество не созрело, что мы тут будем распинаться? Есть ли у ваших знакомых из Израиля, бывали хоть раз в этой стране? Да, я был в Израиле. Был в Израиле. И я не знаю, выкладывал я фильм или не выкладывал. Целое мое путешествие по Израилю. То есть, это была экскурсия. И я всю эту экскурсию снимал. Стена плача. А потом, что там мы были в храме гроба Христа. Так он вроде называется. Туда-сюда ходили. Я просто не знаю, я выставил это видео или нет. По крайней мере, я снимал, и у меня там она имеется. Так. А у вас был общегородской салют на площади. У нас отметили, отменили из-за кромыта. У нас, не знаю насчет того, что был ли он насчет в городе, на площади. Зато так бабахали. Давненько так не бабахали. То есть, соседи там, дома и так далее. Я тоже сейчас нам в секторе. Поэтому бабахали отовсюду. Так. Самое большое чудо-происшествие в вашей жизни. Я даже не могу так сказать, что это чудо-происшествие в моей жизни. Сама жизнь является каким-то чудом. Как-то я не могу выделить такого, что-то такого. Потому что чудо, грубо говоря, это человек что-то там нашел, что-то там такое. Сама жизнь явилась каким-то чудом. Я никак не ожидал, что я буду писать книги. Я никак не ожидал, что буду работать на телевидении. Я никак не ожидал, что еще буду через компьютер с вами общаться. Вот какое-то произошло чудо. Так. Вы знакомы с темой тета-хилинга? Как относитесь к этим техникам? Нет? Не знаю. Баба! Раван Абрамау! Отлично! 100 рублей! Благодарю! Так, так, так. Дальше. Стоит ли рвать жилы, чтобы заработать много денег? Вы знаете, вот денег надо, ну, пытаться там заработать, не рвясь жилы. У нас наш основной инструмент – это голова. Голова – это инструмент. Мы должны работать головой. И вдобавок денег должно быть столько, чтобы вам нормально хватало на жилы. Некоторые говорят, что это там побольше и так далее, но чтобы не было такого, что когда вдруг у вас появится много денег, и вы начнете уже думать, как их сохранить, куда их вложить и так далее, и вы начнете уже быть рабом этих денег. Мы с вами неожиданно вылетели из трансляции. Что-то случилось, скорее всего, вот эта ОБС-программа, что она что-то тут не это, не пропустила килобиты в секунду, и поэтому она, видать, отрубилась и дальше потянула за собой и наш стрим на Ютубе. Так, ну давайте, давайте начнем опять, начнем опять. Кстати, вот эта ОБС-программа, она просит, ага, Владислав, работает, да. Скорее всего, вот эта ОБС требует обновления, она уже там несколько раз показывала мне, обновите меня новую там, по новой. Ну, я думаю, что-то часто обновляемся, без обновления будем работать. Но, оказывается, она, так сказать, обижается, не хочет на старом работать. Так что, да, работает. Нам с вами еще поработать 33 минуты. Обновим, обновим, хорошо. А интересно, есть ли возможность вот эти два стрима, которые был и которые сейчас, объединить в один? Их то ли скачать надо, потом объединить, как там это все дело делается? Артем Ферн, однако, кто-то стрим оборвал. Я уже только что сказал, что, на мой взгляд, могло произойти. Так, ну что, Артем, давай что-нибудь там такое, этакое. Беседа вообще получается интересная, видите, как-то темы находятся. По ходу беседы, ничего заранее особо не придумывается. Начинается беседа, и только раз мы попадаем на то, что надо. А вообще-то праздничный у нас, стрим праздничный. Поэтому ведем себя празднично, одеваемся во все праздничное. Так, ну я поискал поиски, нету вашей поездки в Израиль, но было бы интересно глянуть это путешествие. Да, хорошее такое, знаете, я давно мечтал, чтобы попасть в свое время, чтобы в Индию был, потом в Израиль. И вот, когда мы поехали в Египет, и там как раз была, по-моему, трехдневная поездка, или двухдневная поездка, скажите, двухдневная поездка в Израиль, туристическая. И я сказал, так, обязательно едем. И как раз это было время перед Пасхой. И вот мы все это посетили, посмотрели. Ну, было очень интересно. Я окунулся в Юрдан, вот так-то, омовение сделал в Юрдане. Речка, конечно, такая, не то, что вот, вы видите за моей спиной, она там вообще малявочка, эта речка, но тем не менее глубокая. Вода такая мутная, ну, народ подъезжает, автобусами проходит, окунулись, траля-ля-ля-ля-ля-ля, и опять. А вот я там не понял, на той стороне или другая уже граница, что как-то там народ собрался, на нас косяки забивали. Какой-то такой народ. Стена плача, ну, много интересного. А помните семейную праздничную комедию, вот уже года эльф, или как вам один дома? Я помню вот этот один дома, там один-два с этим мальчишкой. Как-то она меня не зацепила. Меня больше зацепили наши. То есть, там какой-то юмор у них свой. Я как-то на этот юмор не особо падки, тем более там, мне не нравится, когда, знаете, юмор это упал, юмор это там что-то на тебя упало, вдарило или еще. То есть, мне как-то такой юмор не совсем заходит. Так, современный кинематоров или вы чисто по-советскому больше? Ну, почему? Я вот совсем недавно просмотрел вот этот вот Мандалорец. Знаете такой вот сериал? Мандалорец. Это продолжение «Звездных войн». Вот этот я так просмотрел. Ну, и то, знаете, я вот его посмотрел и понимаю, что это просто-напросто трата времени. Так, развлекуха вот. Вот. Дело в том, вот почему я еще как-то стараюсь меньше там смотреть, что-то там такое. Я ценю время. Время, которое можно как-то потратить на самообразование, на себя самого и так далее. А когда я там просматриваю что-то, и в конце концов вроде что-то интересное, какой-то сюжетик там захватился. А потом все это кино кончилось, и ловишь себя на мысли. Какая-то ерунда была. Так только это. Время потратить. Белая камера у вас на столе. Что за она? Пару слов, пожалуйста. Какие впечатления от девайса? А, вы видите. Ну, я так вам покажу. Не знаю, она тут все блестит. Это FDR 3000. Как раз камера для того, чтобы она была компактная и снимала. Она не приближает, не удаляет. Она просто хорошо вот так вот все это снимает. И вот эти вот практически большинство видосов я сделал на вот этих вот камерах. Вот эта вот камера, она вроде как получше. Но она, видите, побольше. Она приближает, удаляет. Она уже не современная. Вот с этой карточкой вставил, и все сливается быстро, легко. Там какие-то кодеки одинаковые и так далее. То есть, это вот такая вот карманная вещь. Положил в карман, что-то интересное, хоп, там и снял. Мобильность, хорошо и так далее. Ну и качество довольно-таки хорошее. Довольно-таки хорошее. Может снимать в 4К, но в 4К не снимает, а компьютер не потянет. Так. Так что впечатления у меня хорошие от этой камеры. Раньше была GoPro 3+. Я на ней снимал и был доволен. Вот. А потом, когда сравнил вот эти вот камеры, Оказалось, что вот это получше. Цвет передает, звук передает. Не слыхал. А вот на Звездных войнах вырос. А вы этот Мандалорец забейте. Это уже второй сезон прошел, и вы увидите. Так. Вот бы тут категоричное утверждение. Мужчины не плачут. Вы с этим согласны или нет? Ну, смотрите. Мужчины не плачут. Там, допустим, грубо говоря, когда там вас ударили, там, что-то там такое, знаете, обидели. И вы это... Не плачете, как малое дитё. От боли, от обиды. Вот так. Ах, мужчина. Но есть такие вещи, есть такие вещи, есть такие вещи, связанные с тем, что вы допустили какие-то там ошибки в жизни. Ну, например, позволили жене сделать там аборт. Вот, позволили вот такие вот вещи, а потом, знаете, вот, ну, и ряд других там есть вещей. Кого-то сами обидели, ещё что-то сделали, ещё что-то сделали. Ну, короче, накосячить можно. И когда вы начинаете осознавать вот это всё, вот тут-то и начинают идти слёзы. И я не раз говорю древнюю пословицу. Тело очищается водой, разум очищается знаниями, а душа очищается слезами. Вот когда ты поплачешь. Вот у меня такой был случай, знаете, я голодаю, там, допустим, сутки там седьмые, девятые примерно. Лето, жара, а я там ещё что-то делаю, что-то там делаю такое. И слушаю группу Queen. А они поют свою эту самую знаменитую композицию, в которой слова «Мама!». И вот он только как «Мама» запел, у меня как брызгнут слёзы от того осознания, что, ну, он говорит, вот мне позволили ещё жить, позволили ещё действовать, позволили вот всё это дело ощутить, позволили понять, что там какие-то там косяки были, всё, пятое-десятое, за что ты там теперь страдаешь, добровольно голодаешься и так далее, и так далее. И так проплакал, знаете, вот это вот, как слезами умылся. Умылся, о-о-о, хорошо. Так что, вот такие вот мужики, когда вещи бывают, вот они тогда слёзы разные бывают. Так, а как вам новый GoPro? Владислав, не работала с ними. Есть желание вроде бы поработать, но вот не доводилось. Пиньон зим не хватает. Пиньон зим не хватает. Геннадий, опишите, пожалуйста, запах и звук колокольчиков, время дыхания. Вы думаете, эти звуки и запах могут передать атмосферу тонкого мира? Да я уже говорил. Дело в том, что каждый человек услышит свой запах и свой звук. Звук это был очень такой тонкий и приятный. Вот понимаете, вот и запах тоже такой же приятный. То есть, там как раз подбирается, согласно вашей энергетике, согласно вашим устремлениям, и выдаются вот такие вот ощущения, которые вас задействуют. Это очень интересно. А во снах бывает запах тления такой неприятный. Ну, это во снах. Так, как по мне это выражение, ни о чем разные жизни бывают, если мужчина излишне сентиментальна. Не-не-не-не. Не-не-не. Это не сентиментальность, а это совсем другое. Потому что плачут воины. Воины плачут. Вот они там рубились или сражались, или еще то-то делали, 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 делали. А потом, знаете, получается, что вокруг вас ваши друзья погибли. Хрен знает за что. И когда все это закончилось, вы остаетесь там, допустим, в живых или еще. И понимаете, а зачем это надо было? И у вас тогда вот эти вот польются скупые мужские слезы. А может быть и обильные. Вот что, а не то что. Это, понимаете, вот вы там говорили сколько там вам? Лет 30. Если лет 30, я примерно тоже так же думал. А вот теперь мне в два раза с хреном больше. И я сам плакал. И сам понимаю, чего все это там было, происходило. Вот. Ой. А вы видите, аж нахлынули эти самые воспоминания, впечатления. Что это нечто совсем другое. А это совершенно другое. Так. То, что мы наработали, мы заберем в следующую жизнь. Да. Дух использует нас как инструмент. Вот вы знаете, для того, чтобы забивать гвозди, делаем молоток и забиваем. Бац, 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 бац. Позабивали, нам он не нужен, все не пользуемся. Так точно дух, дух сделал вот нас для того, чтобы мы наработали для него тот или иной опыт. И потом это все раз, забрал. И в следующей жизни объявляет только джик. Новое тело, новое сознание, но старые наработки, которые, вы знаете, по-своему все это дело начнут настраивать. И вы начнете встречаться с теми людьми, с которыми вы были знакомы в прошлой жизни, взаимодействовать. Может, она там, или он там был вашим мужем или женой. И вы опять, может, встретитесь. Это вообще очень интересная жизнь. Жизнь такая, такое глубокое явление и бесконечно огромное, что и мы с вами, если по большому счету, мы, как бы сказать, жители Вселенной. Не Земли, не Галактики, а Вселенной. Вот в чем еще интересное дело. Спасибо. Какие программы вы делаете? Монтаж, редактированных видосов. Да и уже об этом рассказывалось. Это Final Cut. Это там звук в Logic Pro. Там что-то я там ваяю, не без того. Вот две программы в основном. Монтаж и редактированных Final Cut Pro. Там все там имеется такое. Звук в Logic Pro. Ну, а графическая это там. Вот книга сделана в InDesign. Пользуюсь, естественно, Word. Так. А если мужчина плачет при просмотре какого-то доброго душевного фильма, нормально ли это? Ваше мнение. Дело в том, что вот эта доброта, вот этот вот эпизод, на него оказывают большое влияние по той причине, что он нечто подобное раньше переживал. Я написал рассказ про Ивана Удодова. Это первый олимпийский чемпион по штанге. Первый. Советский. Вот. Он был угнан в плен, ну на работу, не в плен, а на работу он угнал. Он земляк тут из Глубочки, Каменск, дальше Глубочка идет. И вот его в Германию угнали. Что он там пережил, там в концлагере сидел. Вышел, где-то 26 килограмм или 28 килограмм весу. Вернее, не вышел, его вынесли. И он в 52-м году, смотрите, в 45-м его вынесли. Уже крайняя степень атрофии. И даже медицина никак не может помочь, потому что там произошел такой глубокий депрессняк. Не только физически, а психически. И вот он потихоньку-потихоньку оправился. И в 52-м году он стал олимпийским шампиньоном. Представляете? Так, клетка обновляется примерно 50 раз у нашего духа. Наверное, тоже есть лимит воплощении, чтобы прийти к совершенству. Я насчет этого не знаю. Я только, насколько могу судить по, допустим, тем же высказываниям Блаватской. То есть, идет эволюция духа на одной планетарной системе. Когда он достигает каких-то, как бы сказать, высот или совершенств, которые уже здесь не можно получить. Он идет на другую планетарную систему. И так далее, далее, далее. Ну, все. Вот примерно так. Плачут, наверное, не люди, у кого есть человеческая душа. Плачут, наверное, те люди, у кого есть человеческая душа. А насчет книг вы обещали посмотреть и посчитать. Да посмотрим, посчитаем как-то. Не все сразу тут как-то, видите. И то делаешь, и все делаешь. И в конце концов уже забываешь, что это. Так, а сколько же там книг? А вот смотрите, я сейчас могу действительно вам и сказать. Я сейчас сказать, как лицо, у меня все под рукою. Под рукою все. Чем хорош компьютер? Это то, что у вас... Смотрите, основы здоровья, если вы хотите, вот в развернутом виде, это 9 книг. Запомнили, 9 книг. Если же вы хотите основы здоровья одной книгой, одной книгой, но она так. Если каждая книга по 100 рублей, то вот основы здоровья одной книгой, это будет 400 стоит. И далее смотрите. 4 книги целительной силы, 4, да. 5, уринотерапия, 6, самолечебник, онкология 7, мандалы 8, лечебное разделное питание 9, Керосин 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ну где-то... Вот то, что сделано, вот это 18 книг. Не считая вот эти вот 9. И плюс то, что я еще там буду потихонечку делать, ну это то, что, как говорится, вот она готовая, и я вам могу сразу отдать. А то, что не готовая, там, знаете, там... Вот я вроде бы заявил о здоровье позвоночника. У меня есть книжка такая. Но в свете новых знаний я посмотрел, она довольно-таки слабенькая. Она просто, она просто слабенькая. Появилось столько много нового интересного. И, по крайней мере, проработал, написал ту книгу, я не получил здорового позвоночника, который у меня сейчас есть. Вот того не было. И хотелось бы вот эти знания тоже в эту книгу. Поэтому она будет перерабатываться. Так, невозможно, кстати, еще плохо, что доброту, нашего счастья, слабость понимать. Да, как угодно. Все, что угодно, да, понимает. Так, Петрович, а любите ли вы на досуе поразгадывать кроссворды? Это реально может отнестись к разминке для мозгов или это хрень? Очень редко, настолько редко, что, возможно, там раз 20, может быть, вот я что-то там такого делал с кроссвордами в своей жизни. Сначала это было мне неинтересно, я занимался спортом. Потом как-то это что-то там было так интересно. Дело в том, что мне более интересно не столько этот сканворд или кроссворд разгадывать, а вот использовать ум, это прежде всего по своему назначению, это что-то сочинить. А именно, допустим, вот какое-то там стихотворение такое кратенькое, вот в 4, допустим, строки. А потом, если получится, то уж получится там побольше. Вот это вот какая-то более лучшая такая разминка для мозга и для его развития. Что-то там поработать еще с чем-то, еще с чем-то. То есть я люблю с информацией работать, что-то там запомнить. У меня вот память стала намного лучше, нежели там была раньше, потому что я ее стал чаще пользоваться. Хотя, знаете, такая интересная память, вот, допустим, я могу забывать, как кого зовут, но я зато отлично знаю и понимаю ихние методики. Вот, допустим, я забыл, что вы там подсказывали мне Сытина, образно-волевые настроения. Зато я все вот это прекрасно вывожу, что, что и как, вот, ну, лично для себя. А самого Сытина, видите, подзабыл. Мы с ним встречались. Кстати, наша первая встреча, я, по-моему, где-то в целительных силах упомнил о нем и сослался на него, что вот существуют образно-волевые настроения, такое-такое-такое. И, знаете, все, книга вышла, пошла, и только через некоторое время, во время сна, значит, такой сон, как огромный ураган, значит, меня подхватывает, вот так вот швыряет, вот так вот, 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 знаете, как лист ветер, вот так вот. Думаю, вот это сон, к чему бы это? Опа, приходит письмо Письмо, значит, от Сытина Значит, немедленно там уберите из своей Ну, грубо говоря, так, письмо просто Уберите из своей этой книги Вот мои, вот эти вы там Вы там, значит, взяли Украли там А я, наоборот, сослался на него То есть, если человек ссылается Чей-то, что это И разбирает его Я же не могу там что-то сказать То это не считается там плагиатом Или еще чем-то Ну, это такая вот встреча была А потом уже на программе Через сколько там это уже было Лет через 15, наверное Ну, лет через 10, скорее всего Лет через 10 я с ним встречаюсь Он, возможно, забыл этот случай Или еще Очень мило ко мне отнесся Очень так интересно И, кстати, очень большой специалист Там мальчик Привели мальчика там лет, допустим, 6-7 Он заикался Так вот, с этим Вот представьте себе Специалист какого уровня Он Буквально-таки где-то Минут за 10 максимум Так с ним поработал Что тот начал говорить Не заикаясь Так что мы несколько раз С ним пересекались Потом все было нормально Так, когда спишемся по почте Да вот я же это Присылайте мне эту самую На почту Какие вы книги хотите получить И я вам дам этот Номер телефона Но номер телефона Привязан к карточке И вы, значит, через этот номер На карточку сбросите мне деньги А я вам вышлю книги В электронном виде По электронной почте Так А антиматерия Это души материи Это тела Кошки, рыбы, люди Это утверждение Или это вопрос Так, Петрович Не планируете ли вы завести Аквариумных рыбок Или какое-то новое домашнее животное В новом году Нет Рыбки у меня были Домашние животные есть За всем этим Надо ухаживать А вы, допустим, уехали На те же термы Денька на 3, на 4 А кто за ними будет смотреть? Это хорошо, что там Взрослые дети есть Приезжают И смотрят А так Нет, поэтому С животными нет Ничего заводить не буду Достаточно того, что есть Так Не стал заикаться так быстро Да, реально Похоже, чудеса вокруг нас Вот, да, он так поработал Что тот не заикался По крайней мере С ним он не заикался Вот его привели Мама там Это Он там Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля Он только сел Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу Все Ребенок стал говорить Осталось ли это На всю оставшуюся жизнь Я не знаю Но на передаче он заговорил Без всяких заиканий Вера Петровича Как поставить защиту на себе Соседи постоянно круглосуточно Выражать больные на голову люди Весь подъезд от них страдает Значит они нужны высшим силам Раз уже долгое время Шуруют Одно дело выражают Ну Как это самое Господи все что они на меня наворожили Верни им обратно Ну вот такая хотя бы фраза Такая хотя бы фраза Ворожат, ворожат Дело в том что когда человек ворожит Одно дело он сильный энергетически Что-то там он свою там может Силу использовать А другое дело Когда он ворожит Используя какие-то так сказать Потусторонние силы Для того чтобы мы что-то сделали И в итоге он попадает В зависимость к этим силам Так что пускай они Получат то что То что наворожат Как они от них там страдают И так далее Ну вот эту всю ворожбу им несите Да и все Так Вера Ого колдуны Артем Федоров Да Есть колдуны Есть ведьмы Есть всякого рода люди Ой Покрестили перестал А то такое ворожба А то такое ворожба Ну вот видите Люди не знают Ну и Не знаете и не надо Но они сильны очень Но они сильны очень Ну с ними можно просто поговорить Мы вам зла никакого не делаем Вот так и сказать Мы вам зла никакого не делаем А если вы Вот что-то вот хотите Вот ваша сила Обернется против вас Потому что мы Вам не зла не желаем Ничего вам не желаем А вы что-то с нас Хотите взять Вот тогда все это Ваши хотелки И вернутся на вас Лайки 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 Балалайки Кстати Еще разок Говорю Что я стал работать На ТикТоке Под псевдонимом Я думал там Под псевдонимом Работать Некто То есть Никто Никто Там Выкладывать свои там Приколы И так далее Но Оказалось Некто Занято Я тогда Нектор Ник беру Нектор Оказывается И он занят И тогда я беру Этот псевдоним Этот По месту Где я живу Это Рыгинская балка И в итоге Вы можете забить Нектор Рыгинский Ну я сброшу Там это еще И можете Переходить Посмотреть Какие там Прикольчики Делаю Так Так Хочу изучить Карты Таро Стоит ли Но если вам надо Изучайте И у меня Вот знаете Если карты Таро Все это я закупил Тоже думаю Что-то изучить Никак руки Как бы сказать Не это Не дойдут до этого Вот То есть Человек Он Такое существо Ему интересно Заниматься Вот И изучать Разные вещи Но для себя Хотя бы Узнать А что такое Таро Как они действуют И так далее И так далее Я думаю Что в этом Ничего плохого Нету А там Кто его знает Потому что Когда мы Начинаем Что-то делать Мы Не обладаем Вот как я Вам все Твержу Про книгу Онкология Лечение И профилактика Народными средствами Мы не представляем С чем мы Столкнулись И начинаем Что-то там Делать Или с нами Начинают делать А так ли это Делают А не так ли Это делать А вот Когда вы Столкнетесь С этим делом И тогда Начинает Что-то возникать Ага Вот Меня полечили Да что-то Вот Не так Вот смотрите Вот там Приведен Не Бруйс А этот Гилмер Милберг Сейчас я скажу Сейчас я вам скажу Сейчас я вам скажу Ах Я вам скажу 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 Покажу Покажу Скажу Так Это что Основы здоровья Нет Не основы Онкология Онкологию Надо Книга Очень сильная Лично мне Она Понравилась Там столько всего Так Смотрите Методика Яна Гоулера Кратко расскажу Вот почему Вот Смотрите Человек Заболел Онкологией Там что-то У него там Рак кости Или еще там Чего-то Он обратился К медикам Вот они его Лечили 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 Вот он же ждал Что лечение Будет нормальное Только Бац В конце концов Так Ногу Отхватили Где это Там Что там У него было Онкология Этого Костин И Сказали Ну и все Хорошо Мы ее убрали Мы ее убрали Нету ее Прошло там полгода Или девять месяцев Ну это вы почитаете И говорит Рецидив Вернулся То есть Человек Доверился Вот этим людям Чтоб они сделали То-ро-то-то-то Я к чему веду Что мы доверяемся Что мы это Гарантий Никто не дает Вот Нам отхватили Ногу Ну хрен с ним Пускай там Какая-то часть ноги Мы Отдадим ее За то Чтобы Остаться здоровыми На всю Оставшуюся жизнь А тут оказывается Мы ногу отдали Я уже не говорю О средствах Которые мы там Заплатили Мы отдали Ногу свою И все это Вернулось Опять Опять резать Опять еще Что-то делать И вот тогда Он взялся за голову И начал Начал самостоятельно Действовать И вылечился Так Вопрос А что Он не мог Это раньше Сделать Что получил Такой опыт И остался без ноги Видите как В чем Заковыка заключается Я уже вам Приводил Эти примеры Что я мог Излечиться И Аппендицита Потому что Его Как такового Не было Ну был приступ Да там Небольшой Вот Из-за того Что вода Эта дурацкая В этом В Ейске Излечиться От ангин Который мне удалили И много От чего Мог излечиться Ну я Слепо Доверился Вот тому Что в обществе В обществе Сформировалось Вот такое Ты заболел Идешь к врачу Врач тебя лечит И так далее И нехрен тебе Там это самое Чем-то там Заниматься Занимайся Вот там Ты там Электрослесарь Или водолаз Или еще кто там Писарчук Или там Блохер Как вот я сейчас Все И тебя Покромсали Покромсали И потом Сказали А мы не можем Вот как Вот в этом Случай Как быть Вот как быть Так вот Этот Ян Гулер Как раз Он Дуд Ё-моё Вот Включил бы У меня и нога была И был бы здоров Вот к чему Клонит Эта книга Чтоб вы Как-то сначала Разузнали То есть Пятое Десятое Ай-яй-яй-яй Настрой сытина Работает Да Как вы Относитесь С гаданиями И предсказанием Ну смотря Как 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 гадать Как предсказывать Вот Предсказанием Положительно Потому что я Сам свидетель Мне Многое Предсказали То что предсказали И получилось Во снах Интересные вещи Были Которые Вещи сны Которые Также исполнились Так что Жизнь Это такое явление Просто Как-то мне Надо чувствовать Что Что ты Что-то можешь Узнать Без Каких-то Последствий Для себя Потому что Наше любопытство Часто нас так В какую-нибудь Прорубь засунет Что мы оттуда И не выплываем Так Много лет назад Ради любопытства Начал читать Книгу Черной Белой магии И что характернее Потом стало плохо Она Была не боя Больше не читал Ну и его Ну и его Так Наверное Плохо осталось Дело Что я не очень Сильный Энергетический Возможно Из-за того Что он был В подростковом возрасте Кто его знает Так Отхватили Ох выражение Да Отхватили Только бац И все Бац И все Посмотрите Если вы увлекаетесь Этим самым Бодибилдером Или увлекались Ранее Что стало Вот я теперь вспомнил С Флексом Уилером Этим Королем Султаном Симметрии Этим Человеком Необыкновенно Разбившим Своё тело Причём Она была Асимметрична Красива Пропорциональна Что с ним Сейчас стало По-моему Там Не знаю Если полтос Есть В том году У него ещё Была нога А в этом Он уже Показывает Протез Я не понимаю Этих людей Я не понимаю Ронни Калимана Который развил Вот такие вот Бабайки И прочее 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 Стал Восьмикратным Мистер Олимпия И доверился Свой позвоночник Доверил Значит Вот Врачам И они Ничего Вот Доверил Врачам Они сказали Ронни Значит Вот смотри Массажи Не помогают Мы тебе Вкрутим Болты В позвоночник И будет всё хорошо Но потом Эти болты Надо выкрутить А ты подумаешь А что больше Вот Ему бы так сказали И он тогда Согласился Либо же Подумал А нельзя ли Без болтов Восстановить спину Ведь он же Так же развился Может есть Какие-то методы И понимаете Если кто-то Не знает Этого метода Это не значит Что его нету Он просто Его не знает Вы что думаете Все 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 знайки Все это знают Конечно же нет Я просто Как говорится В шоке От того Что сделали С Ронни Он пришёл Летиться На своих ногах А его усадили В коляску Инвалидную При этом Где-то Миллионов Шесть долларов Высосали Потому что Клиент С деньгами То же Самое С Флексом Уилером Это всё равно Что знаете Гланды Вырежать Через задницу Вот так мы поступим Чтобы больше С тебя Снять денег Я поэтому Поученной жизнью Я уже не могу Просто так довериться Вот то-то 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 Я хочу знать Что допустим Тем более С моим Организмом будет Некоторые люди Знаете Не доверяют машину Доверили А там За счёт того Что ты там Что-то там Не знаешь Не понимаешь Тебе там Как наговорят Как там Наделают Такого Что ты охренеешь Так Отрезали ногу По ошибке Здорово Потом сказали Всё равно Её бы позже Отрезали Но Это уже знаете Это уже знаете Так Вера Вот так 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 А кто вам Предсказывал Или что это Были Ну были люди Я их уже не помню То есть Имя Я помню Это была женщина И я в прошлый раз В одном из стримов Рассказывала Как это происходило Так Флекса Не слышал Что случилось Про Калимана Слышал А вот Наберите Посмотрите С флексом Что стало Без ноги Протезы Они научились Сделать Горло Постоянно Мирно Там смотрят Вот Наш стрим И как бы сказать Вот это Вот его задело Вот смотрите Виталию Бы Постоянно Мучило Горло И не знал Что Что и как Делается А мучило Скорее всего Из-за того Что Возможно Ел много Слизообразующих Продуктов Или Предпочтительно Слизообразующие Продукты Допустим Хлеб Сметана Сдоба Чай сладкий Молоко Творог Сгущенка И в таком духе И в таком духе И от этого Естественно Начинает Болеть горло Потому что От слизи Образуется Там Короче На слизистом Субстрате Начинают Размножаться Бактерии Которые Вызывают Вот это Все эти Воспаления В гландах И так далее И ему бы Взяли И предложили Виталий Ну у тебя там болят Горло И прочее Давай мы тебе Значит это самое Вырежем Все это дело И все это перестанет Он говорит Ну давай А потом бы вот так Он случайно бы Как бы сказать Узнал А ты знаешь Вот Или так У соседа Было то же самое А он Керосинчик Попил И у него Все прошло Вот зачем 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 вырезать Гланды То есть Когда вот Не знают Как это Как с ними Как бы сказать Их вылечить Вот решается Вот так Причина Та Остается Причина Сделала Гланды Гнойными Если мы Если мы их Удалим Это не значит Что эта причина Дальше Не пойдет Как-то И уже Совсем По таким путям Которые Нам Трудно Дальше 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 Дальше